Добро пожаловать на канал How to Spain. Здесь все об Испании для иностранцев. Меня зовут Виктория Белякова, я директор агентства How to Spain. Сегодня у нас интересное видео, в котором вы узнаете опыт молодой девушки 20 лет о жизни в Испании, о жизни с семьей, с сестрами, об опыте родителей, о том, почему Валенсия хороший город для жизни, чего здесь не хватает, чтобы быть полноценно счастливым для молодого поколения. Друзья, я хочу представить вам Алину, девушку, которая будет частью нашей команды делать классные обзоры, раскрывать тему образования и находить интересных гостей, чтобы давать вам объективную информацию о Валенсии, для того, чтобы вы могли всегда сделать свободный выбор того города, где вы будете по-настоящему счастливы. Алина, Испания для тебя не была краткосрочной целью, более долгосрочной. Ты с 15 лет начала учить испанский. Почему именно испанский? Уже в то время знала, что ты в Испанию приедешь или просто испанский начала учить? Да, я вначале приехала в Испанию, поняла, что безумно влюблена в Валенсию, вернулась в Украину и сразу же нашла себе школу с помощью мамы и начала учить испанский. И родители поддержали твою идею о долгосрочном переезде уже сюда, то есть были готовы, что несколько лет вы еще живете в Украине, потом переедете в Испанию. Долго между членами семьи шла дискуссия или сразу все единогласно пожали руку, все, Испания? Я думаю, это не родители поддержали меня, а я поддержала их, поскольку они очень любят Испанию. И они купили здесь недвижимость для того, чтобы мы могли сюда приезжать на каникулы, выходные, отдыхать от киевских холодов. А в итоге, в высотах, что мы все переехали. Когда вы приехали и вы влюбились в Валенсию, можешь охарактеризовать несколько слов, что Валенсия для вас была? Спокойствие, чистота, уют. Она не похожа совершенно на все другие города Испании. Я думаю, вы меня поддержите, поскольку побывав в Барселоне или в Мадриде, там кипиш, там грязь, там очень много цыганей, очень много воровства. Я в Валенсии за всю свою жизнь здесь, за эти три года, ни разу не сталкивалась ни с чем подобным. Я думаю, ты такая светлая, чистая, притягиваешь к себе таких же людей и события. Есть разное здесь. Пусть у меня всегда только хорошая встречается. По моему опыту. Вы переехали, тебе сколько лет, получается, было на момент переезда? Мне было 18 лет на момент переезда. И ты решила здесь продолжить обучение, получить высшее образование? Да, я изначально к этому готовилась. Я заканчивала украинскую школу, уча испанский, и готовила документы для поступления здесь. Лина, я знаю про тебя один интересный факт, который мне очень импонирует. Я за свободных людей, всегда поддерживаю людей, которые идут к своей цели мечты и не боятся делать шаг назад или вперед. Главное, правильный шаг именно для себя. Расскажи про свою историю, про то, как ты поступила в университет и что было дальше. Отлично. Я приехала в Испанию, сдала экзамены ПЦЕ. Это вступительные экзамены в университеты для иностранцев. После сдачи ПЦЕ вы можете поступить в любой вуз, сдавая определенные предметы, которые требуются для поступления в то или иное высшее учебное заведение. Я поступила, очень классно все написала, экзамены были на испанском. И я проучилась два года здесь, в университет де Валенсия, на психологию. И я бросила университет, к которому стремилась в 15 лет, поскольку поняла, что это просто не мое. И я не психолог, и я... Ну, то есть счастливый человек. Увидела себя, да. Я выбрала для себя другое направление, и мои родители меня очень в этом поддержали. У тебя есть планы здесь продолжить обучение в высшем учебном заведении или пока нет? Я сейчас заканчиваю четвертый курс в Украине. Я учусь на журналистике и социальных коммуникациях. И я рассматриваю для себя магистратуру в сфере международных отношений. Но я не уверена, что Испания подойдет в эту именно сферу международных отношений. Склоняюсь больше к Англии, скорее всего, либо к Нидерландам. Там очень это развито просто. Нравится, что ты прошла тяжелый путь, так скромно свою историю пробежала. На самом деле Алина была одна из лучших студенток. Издала экзамены по химии на 9 из 10. Могла выбрать язык, на котором обучаться. Давай здесь немножко остановимся, так как у тебя уже есть опыт. Поделимся позитивным опытом, в принципе, опытом поступления. Если сейчас тебя смотрит какая-то версия тебя, Алина, в Украине, которая думает, класс, я хочу поступить в университет, но я вообще не понимаю, что для этого нужно делать. Если разбить наши шаги, с чего нужно начать, что конкретно сделать, чтобы в итоге зачислиться в испанский вуз. Для того, чтобы поступить, желательно закончить именно 11 классов, либо 12, запросить у своей школы выписку оценок. Перевести все свидетельства от школы, выписки оценок на испанский язык, амологировать это все. И поступить в школу здесь для подготовки, для того, чтобы сдать экзамен ПЦЕ. Это экзамен, который сдается для поступления в вузы. Там есть различные предметы, которые соответствуют вашим вузам. Вы набираете предметы, которые нужны именно вам. Допустим, в моем случае я поступала на психологию, и мне, как будущему психологу, нужно было сдать биологию, химию, математику и, по желанию, английский. К сожалению, математику я сдала не очень хорошо, а все остальные предметы на 9-8 из 10, что для Испании очень-очень классно. И благодаря тому, что я сдала хорошо оценки, хорошо экзамены, университет поднял мне проходной балл, и я вошла в топ-50 абитуриентов из 450. И это преимущество тебе дало выбирать? Преимущество мне дало то, что я сдала химию на 9 из 10, это максимально хороший балл практически, и университет добавил мне бонусами баллы. Они так очень часто делают, это не единоразовый случай. Если студент очень хорошо сдает какой-то один из сложных предметов, вступительная кампания может повысить ему проходной балл. Это меня и спасло, поскольку математика была написана не очень хорошо, а химия очень хорошо, и я вступила в одно из лучших. Ты поступила в государственный вуз? Да, это был государственный вуз с медицинским направлением. Как назвать это? Это политехнический? Это университет де Валенсия, это Валенсийский университет. У меня был проходной балл в университете, это 12,5 из 14. Сколько стоит обучение в год в университете? Примерно, это около 1000 евро. За год? Да, за год. Это разбивается на семестр. Также матрикула, но она стоила что-то 40 евро плюс-минус. Не очень дорого. Матрикула это ваши документы, которые вы заполняете непосредственно в университете. На его сайте вы набираете себе предметы, выбираете язык. Именно то, что... Процесс регистрации. Да, это именно процесс регистрации. Но есть такой нюанс, если вы не сдаете какой-то из предметов, допустим, в первый год обучения, вы можете его взять на следующий год, и тогда цена этого предмета увеличится на 20%. Это все очень интересно, но даже я слушаю, как все сложно. Я бы вообще не стала куда бежать. Ты же тоже в таком состоянии была, когда не понимала, что делать, какие предметы, куда что отправлять. То есть это помогает, ты училась в школе Хиспания, там есть как куратор или кто-то, кто вам помогает выбрать предметы, объяснить, куда-то направить, то есть разобраться в этом. Да, там есть тутор, и они отправляют вам инструкцию, и благодаря этой инструкции вы можете это сделать все самостоятельно. Конечно же, если возникают вопросы, к ним можно непосредственно обращаться за помощью. Ну это очень хорошо, потому что услуга по зачислению вуз в помощи стоит обычно от 600 тысяч евро. Я уже не знала этого. Да, это довольно популярная услуга, во многих компаниях есть, но я всегда рекомендую самостоятельно это сделать, потому что если вы не можете разобраться, извините, с процессом зачисления, вам будет сложно разбираться дальше во всех бюрократических сложностях, особенностях испанской образовательной системы и так далее. Поэтому, я так понимаю, все тебе дали инструкцию, у тебя есть просто пошаговая. У вас есть пошаговый план, просто берите и делайте шаг за шагом. Также сама инструкция по зачислению себя в университет, она есть на сайте университетов, в которые вы поступаете, там все легко, пошагово, онлайн. Какой уровень испанского нужен для поступления в университет? Зависит от факультета. Допустим, на мой факультет не нужно было подтверждать, что я знаю испанский язык. Но, конечно же, если у вас будет ниже B1, вы, во-первых, не сдадите экзамены, да, ну, может быть, вдруг вам повезет, кто знает. Но будет очень тяжело понимать преподавателей и социализироваться, поскольку испанцы, они все-таки очень своенравны, у них другой менталитет. И даже мне со знанием испанского на тот момент было сложновато найти с ними общий язык и вклиниться в компанию. Что очень ударило по мне, поскольку очень социализированная, общительная, коммуникабельная. И первые места мне пришлось молчать и слушать. Алина, ты человек, наша коллега, так сказать, потому что мы помогаем интегрироваться, переехать в Испанию нашим клиентам. А ты личный ассистент для своей семьи, потому что ты единственная, кто говорит на испанском языке. И я так понимаю, что ты помогала в устройстве сестер в школу и в садик. Расскажи про этот процесс. Давай с садика начнем. Насколько сложно устроить ребенка в садик? С какого возраста здесь это доступно? В садик устроить на самом деле сложно, как и везде. У них есть очереди. И в садик испанцы отдают детей с 4 месяцев, поскольку у них декрет длится только 4 месяца. И у них есть прям ясельки с кроватками, со смесями, с памперсами. Детки не ходят, их посредители носят на руках. Это для нас очень дико. Поэтому моя младшая сестра пошла в садик в 3 года. И устраивали мы ее на самом деле сложно, но самостоятельно. Мы пришли в садик, нам сделали очень красивую экскурсию этого садика, его показали. Стоит упомянуть, что это частный садик. И вступительный взнос в этот садик стоил около 180 евро. Каждый месяц стоит 510 евро. И 160 евро входит в эти 510. Это еда, поскольку в Испании в основном садики пользуются кейтерингом. И очень редко у них есть кухня, на которой они готовят. Школы, садики это кейтеринг, в Испании это очень развито. Хороший бизнес. Про школу. Сколько лет твоей сестре, которая ходит в школу? Сейчас 10, но поступала она, когда ей было 8 лет. И после экзаменов вступительных ее приняли в 5 класс. Но потом, конечно, отправили в 4, когда поняли, что немножко она не социализируется с детками постарше. Она в частной школе учится. Да, она тоже учится в частной школе. Что младшая сестра, что средняя, они учатся в англоязычных учебных заведениях. Но там очень тоже сильно интегрируют и испанский язык. А школа наша очень славится тем, что в ней действительно много украинцев сейчас учится. Как школа называется? Шеклтон Интернашнл Скул. Довольны обучением? Родители и дети? Да, и родители и дети очень довольны. Они делают очень много интересных ивентов. И у нас ребенок наш спокойно разговаривает на английском. Буквально за полгода она его выучила практически что с нуля, поскольку поступать ей помогала я тайком под столом диктори ответы на английском. А сейчас она уже помогает мне в английском. Сестры, это помощники на всю жизнь друг к другу. А сколько стоит обучение в частной школе вашей? Вступительный взнос стоит около 800 евро, если я не ошибаюсь. Мне кажется, что они уже подняли, поскольку это расценки двухгодичной давности. А каждый месяц стоит около 570 евро. И с каждым годом, я так понимаю, стоимость увеличивается в зависимости? Да, да, конечно же, как и везде, к сожалению. Чем старше дети, тем выше стоимость здесь. Но если сравнивать с образованием в Англии и во многих других странах, в Испании очень дешево. Университет, ты сказала, 1000 евро в год. Где вы вообще видели такие цены? Частная школа англоязычная, высокого уровня, ну тоже 500, это очень низкая стоимость. Например, в местности, где мы с тобой жили не так давно под Аликантой, я знаю, что около 1000 евро, и образование намного ниже уровня, чем Валенсия. Валенсия – это идеальное место именно для семейной жизни. И мы благодаря тебе, в частности, будем развивать эту тему, раскрывать преимущества Валенсии для комфортной, счастливой жизни с детьми здесь. Потому что мне кажется, когда ты живешь, учишься в хорошей школе, и у тебя классное окружение, ты говоришь на нескольких языках, потом ты выходишь со школы и можешь выбрать любой из своих путей. Свободным человеком. Свободным человеком. Мы про свободу. How to Spain – всегда про свободу выбора. Алина, что можешь сказать, какие твои отзывы о медицине в Испании? На самом деле, кто бы что ни говорил, я очень довольна медициной в Испании, имея два типа страховок. У меня есть и частная, и государственная, я обслуживаюсь и в частной, и государственной клинике, и что там, что там, я полностью довольна. Единственное, что частная страховка – это, наверное, больше не про качество, а больше про скорость, поскольку ты можешь записаться самостоятельно к любому врачу, кто бы это ни был. В государственной страховке более такой бюрократический подход. Вы идёте к терапевту или к педиатру, и он вам там назначит ситу там, ситу там, и это волокита, это долго ждать. Но в целом по качеству я бы не сказала, что государственная страховка будет хуже, чем частная. Но они хуже. У нас, так как мы страховые брокеры, и когда клиенты спрашивают, а что государственная хуже, я всегда говорю, нет, вы можете статистику посмотреть, испанская медицина на очень высоком уровне во всём мире, и госпиталь, в том числе в Валенсии, который находит Лафе, он один из лучших в мире вообще, он очень классный. Проблема в том, как туда попасть, как скоро попасть. Вот здесь другое. Частная страховка, она даёт свободу выбора доктора, и оперативно найти проблему, обнаружить её и принять какие-то меры. Если что-то серьёзное, кстати, даже по частной страховке, иногда рекомендуют обратиться в государственную, если в городе нет определённой клиники. Поэтому да, и государственная, и частная, они, я считаю, необходимы, потому что они дают тебе просто свободу. В одном случае применить одну, в другом случае другое. Я в видео рассказывала про преимущества государственные. Ты знаешь, да, наверное, что в государственной только тебе могут выписать рецепт, с которым ты идёшь в аптеку, и тебе до 90% стоятка. Да, конечно, там сразу же аннулируется стоимость, что бы это ни было, антибиотики или парацетамол. Это всё будет стоить буквально копейки. Копейки, там меньше евро. Смотришь чек, там сколько-то стоило, не знаю, тебе говорят, 40 центов. Как, 40 центов за лекарство? За антибиотик какой-то важный. Да, и это суперклассно. Поэтому да, нужно иметь то и то. У тебя были какие-то личные случаи, когда ты обращалась и получили помощь? Да, да. Мой молодой человек заболел, у него была бронхиальная киста, его обследовали по ургенции, по скорой помощи. И потом назначили, прописали лечение, чтобы снять воспаление. Назначили потом ситу клору. Конечно, мы прождали немножко, но это было очевидно. Это очень такая нишевая специальность. И все, нам назначили операцию после некоторого времени обследования. В день операции мы пришли, его сразу же забрали. Все, ему предоставили больничную одежду. Мне сказали, что взять с собой только тапки. Ни постель, ни еды, ничего не нужно было. После Украины мы удивительно. Да, да, для нас тоже это было очень удивительно. И мы сидели и думали, так, интересно, какой же нам выставят счет? Поскольку вы привезли после операции в палату. В палате только по два человека. Эта палата разделена ширмой. У каждого больного есть телевизор, который выдвигается к нему. Пришла медсестра, принесла полный обед. Потом подошла, говорит, вам принести водички, сок. И она принесла и водичку, и сок, и четырехразовое питание. Кнопочка, сразу приходит медсестра. Мне настолько было и приятно, и некомфортно, только исходя из моего менталитета, скорее всего. Я прям подошла к медсестре напрямую и спросила, прошу прощения, а нам нужно что-то за это заплатить? Они такие, нет, конечно, у вас же государственная страховка, все оплачено. И он пролежал четыре дня в больнице на полном пансионе. Со всеми лекарствами, причем даже после выписки, как вы и рассказали, мы пришли в аптеку, и нам делали скидку 90% по государственной страховке на все медикаменты и всю постреабилитацию после операции. Я надеюсь, парень уже здоров, все в порядке. Да, слава богу, все хорошо. А опыт с частной медициной был? Да, мои родители используют страховку. Операции не было? По частной, была операция моей мамы, но она была несерьезная, и просто вырезали родинку тоже. Мы пришли, нас ее сразу прооперировали, отправили домой, очень быстро, не знаю, часа два это заняло. Если по частной, там всегда, ну, обычно 99% случаев, если у тебя хорошая страховка и госпиталь, у тебя индивидуальная палата, и она ничем не отличается, как правило, от номера в отеле. У тебя свой душ, кровать, ну, там телевизор такой уже опционально, но я, когда первый раз попала на операцию, я зашла, говорю, это четырехзвездочный отель, просто ты сам, да, это кнопочка, а есть такие госпитали в Мадриде и в Памплоне, где не просто тебе принесли то, что они хотят, а тебе дают целое меню, там до 15 вариантов блюд, может быть, и ты в зависимости от твоих предпочтений, вегетарианец, ты там, что тебе нравится и что тебе нужно для твоего состояния здоровья, ты выбираешь в госпитале, есть своя пекарня и своя кулинария, представляешь? Это просто пятизвездочный отель, действительно. Кстати, я еще упустила очень интересный факт, в Испании принято всегда находиться с больным, сопровождать его и прямо в палатах, установленной в государственных госпиталях, это раскладные кресла, полностью в лежачее положение, и вы там ночуете. Получается, палата для двух больных и для каждого родственника больного. И в частных больницах это огромные палаты с раскладным диваном и с больничной кроватью для больного. И, получается, вы приходите, вы ложитесь на раскладной этот диван, вы можете там спать. Иногда даже столик для работы есть. Я была, работала с ноутбуком. Там столики, телевизоры, вот в Вимет, который в Валенсии, а там огромная душевая. Мне кажется, она может быть даже лучше, чем в некоторых отелях. Сразу с косметикой от Ритуал, с всей... Это было шикарно. Да, поэтому про медицину отзыв тоже положительный. Алина, мы с тобой так много поговорили про плюсы Валенсии. Так все позитивно, гладко и сладко, что не хватает только на фоне бегающих розовых единорогов. Давай расскажем, что все-таки здесь не так. Возможно, что-то не нравится, расстраивает тебя. Не может быть все идеально. Да, конечно же. Как вы и сказали ранее, Валенсия очень семейный город. Это про садики, про школы, про безопасность, про хорошую инфраструктуру. Но, тем не менее, этот город очень спокойный. Слишком спокойный для молодежи. Знаете, как по мне, он маленький для того, чтобы расширять свои амбиции. Он не есть какой-то бизнес-столицей чего-то. Валенсия про спокойство. Это транкило, как говорят испанцы. Ты выходишь на улицу, ты никуда не спешишь. Ты можешь выйти в пижаме, на тебя косо не посмотрят. Потому что это абитуаль, это обычно для испанцев именно в Валенсии. Да, Валенсия не так давно стала расширяться. До этого она была совсем, скажем, малозаселенная. Сейчас она стала популярна особенно после, к сожалению, печального события войны в Украине. Очень много наших приехали, и мне кажется, украинцы расшевелили во многом. Здесь какая-то жизнь нашу открыли. Рестораны, агентство недвижимости. Пошла движуха и немножко активности. А до этого я просто здесь уже дольше живу. И до этого, поверь мне, вообще тишина была. Хорошо. Я верю. Ограничения возможностей. Первый минус для молодежи. Если хочешь развиваться. В принципе, есть два города в Испании. Это Мадрид и Барселона. В Барселоне небезопасно. Остается Мадрид, по факту. Да, еще один из минусов, который дотронулся лично ко мне, это проблемы со снятием жилья. Очень тяжело молодой паре найти себе жилье, даже несмотря на то, что у нас есть контракты, нам просто не одобряют квартиры. Мы не понимаем, почему. Проблема в том, что, скорее всего, испанцы, которые сдают свою квартиру, они выбирают между испанцами и иностранцами, и, конечно же, они предпочтут испанцев. Сколько у вас рабочий контракт, испанская номина? У молодого человека это 1500 в месяц? Плюс проценты? Нет, срок, срок, срок. Это уже полгода. Ну, вообще, страховые от двух лет рассматривают. Я думаю, это причина может быть отказа. Потому что, когда вы арендуете... Ну, это не только, Валенсия, по всей Испании проблема, но если вы арендуете, и владелец хочет застраховать свой риск того, что вы перестанете оплачивать, и он оформляет страховку. А вот страховка, как правило, требует договор определенный, и многие из них хотят видеть стабильный договор indefinido, который уже больше срока. Просто возможно, как из причин. Однозначно. Но вот у молодого человека как раз-таки договор indefinido. И все равно. И все равно, да, они не рассматривают нас, к сожалению. Да, с арендой очень плохо. Будем стараться помогать решать этот вопрос. Мы поняли, что у всех наших клиентов большая проблема. Мы в недвижимость толку не приходили. Сейчас это интегрируем. Этот вопрос будем решать. Валенсию дом Андрида расширить не так быстро сможем, но с арендой будем помогать. Мы с этим справимся. Что еще? Море. Далеко. Море далеко, на самом деле, от центра. И даже не то, что далеко. Здесь пляжи чистые, но сама береговая линия, она не красивая. Это не про какие-то красивые пляжи, это не про чистую прозрачную воду. Вот сейчас такая в октябре вода стала чистой. До этого все лето я бы не сказала, что, наверное, было приятно купаться в Валентинской воде. На центральном пляже, да? Да, на Мальворосе. Ну, думаю, ты знаешь, что местные никогда туда не ездят. Конечно, да. Туда ездят только туристы. Все местные ездят либо в Эль-Солер, либо сейчас мы открыли для себя классное прозрачное. Я это испанское Ницце, испанское Ницце называю. Это Монкофа, там Галька. Это буквально 30 минут от Валентинсии. Вот. И там супер прозрачная вода, потому что нет песка, нет такого количества людей, и вода прозрачная. Нужно, наверное, только на машине? Да, только на машине. Да. Да, только на машине. Поэтому мы ограничены в Мальворосе. Это данный момент. Кстати, один из плюсов, наверное, для тех, кто не водит машину в Валентинсии, потому что здесь действительно машина не нужна, все в радиусе 5 минут, и по всему городу велосипедная дорожка, велосипедистов огромное количество, удобная развязка с помощью метро, трамвая, автобуса. Это все сделано для того, чтобы люди не использовали машины. Да, моя семья, которая привыкла жить в киевских пробках, два года здесь прожила без машин, не нуждаясь совершенно в них. Школу на метро, в садик пешком, куда-то погулять пешком или на автобусе. Здесь максимально развитая инфраструктура, не может не радовать. Куча автобусов, которые едут в одно и то же место, это очень удобно. И несмотря на то, что мы сегодня с Викторией уделили внимание многим преимуществам Валентинсии, поговорили про столь мало минусов этого города, дальше я буду снимать видео для How to Spain, и с нашими новыми гостями мы узнаем все больше и больше минусов этого города. Друзья, поверьте, далеко не все наши гости такие позитивные, как Алина. Они вам расскажут много интересных историй. Надеюсь, они вас не испугают.